Добрый вечер дорогие друзья и мои дорогие подписчики, с вами снова я, Алан Зар. Сегодня мы продолжаем с вами нашу глубоководную морскую одиссею и наши глубоководные изыскания по прохождению игры Титаник VR. В прошлый раз мы делали с вами прохождение непосредственно у кормовой секции. Сегодня же наша задача с вами состоит в том, чтобы допройти все помещения непосредственно в носовой секции затонувшего Титаника, поскольку в прошлый раз мы не смогли с вами допройти все помещения в связи с ограничениями системы. Если у нас останется время, мы с вами еще допройдем непосредственно поле обломков между носовой и кормовой секциями. Так что, ребятушки, запасайтесь вкусными печеньками и пряностями, наливайте себе чаек или кофе и мы начинаем. Ну что ж, друзья, мы с вами вновь находимся в меню игры Титаник VR. В прошлый раз мы делали с вами обзор через режим Sandbox в подрежиме Stern. То есть это была карма непосредственно, обломки кормы. А у нас с вами сегодня задача пройти помещение носового отдела носа. Лайнер, соответственно, заходим через режим Bow. Так, идет загрузка. Кстати говоря, ребятушки, вам задание. Если кто-то знает, как пройти к полю обломков, через какой режим, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы, соответственно, сделаем для поля обломков отдельное прохождение. Уяснили? Спасибо вам за понимание. Так, мы сейчас с вами спускаемся к морской бездне. Мы уже у дна. Примерно 170 метров до носа лайнера. Так, и начнем потихоньку двигаться вперед. Так. Сейчас, секундочку, посмотрим, как у нас там обстоят дела дальше. Кстати говоря, здесь есть специальный режим, который позволит нам изучать непосредственно все обломки вне аппарата Мир. То есть мы сможем смотреть на лайнер не через иллюминатор, как сейчас перед нами представлена картинка, а непосредственно снаружи. Так что будем подплывать ближе к Титанику и там уже переключимся на данный режим. Так. Мы уже подплываем к носу. Кстати говоря, у меня есть некоторое замечание относительно того, какой тут холм разработчики изобразили вокруг носа лайнера. Можно подумать, что при столкновении лайнера от дно океана могла образоваться вот такая вот фура земли и песка, да? То есть не мог грунт подняться вот на такую вот высоту, да? Даже от столкновения Титаника от дно не могла образоваться такая гора, я так считаю. Так, мы теперь с вами у носа Титаника. Уже подплыли довольно-таки близко. Так, вот давайте-ка вот с этого вот ракурса переключимся с вами непосредственно на наружную камеру, да? Чтобы было более лаконично и интересно для вас, в принципе, глянуть на Титаник снаружи. Для этого мы переходим с вами в режим 360 Freecam и переходим на наш шлем снаружи. Вот такая вот картинка у нас перед вами, ну, предстает, да, перед нашими глазами. Довольно завораживающая картинка. Я просто восхищаюсь каждый раз, когда прохожу нос. У меня уже некая привычка выработалась. Я всегда подплываю вот к этим вот якорям. Я не знаю, это некое приветствие, когда подплываешь к этим якорям, что с левого, что с правого борта. Я не знаю, как пояснить этот момент. Но даже, не знаю, даже вот когда проходишь, да, непосредственно в VR, да, все равно трепет присутствие, да, у Титаника. Хоть и виртуального, все равно он имеется. То есть, я не знаю. Ребята, все-таки закупайтесь шлемами. Вы просто оцените это вот так, с лихвой. Это надо видеть своими глазами. Вот, например, вот этот якорный плюс, да, вот этот, который перед нами выступает, да, он реально через VR очень даже весомый по размерам. То есть, довольно гигантский. Если так посчитать, примерно от поручней, вот здесь, да, от поручней до непосредственно места, где находится непосредственно якоря, ну, метров где-то 10 есть. 10-15 метров. Ну, якори, конечно, это вообще что-то величественное, неописуемое, и сверх гигантское. Просто. Взрыв мозга, я даже не знаю, как это описать. Это просто... Они, вероятно, довольно тяжелые. Каждый, наверное, по сколько тонн-то вешали они? По 7-8 тонн, что ли? Я могу ошибаться с цифрами. Но где-то примерно 10 тонн каждый вешал. Так, мы с вами подплываем к люку номер 1. Но мы туда с вами не будем заплывать, и робота не будем туда пускать, поскольку там помещение замурованное, и мы там никуда не сможем с вами подплыть. Максимум все, что мы сможем с вами сделать, это подплыть к люку номер 2, поскольку там порты, ну, порта, да, боковые, они специально оборудованы для того, чтобы подплыть непосредственно к люку номер 2. Так, ну, у нас сейчас задача с вами такая будет состоять. Мы с вами постараемся попасть в люк номер 2, поскольку отсюда, насколько мне известно, можно попасть в почтовое отделение, да и, в принципе, багажные отсеки. Будет там интересно, и будет на что посмотреть, я так считаю. Так что давайте-ка мы вернемся с вами в наш аппарат МИР, да, переключаемся на нашего ровера, и пускаем нашего робота в дело. Так, теперь мы в свободном полете. Так, давайте-ка потихоньку спускаться вниз. Вот, между прочим, чтобы вы видели, какие у меня манипуляторы. Сразу говорю, что ими я ничего схватить не могу и даже не пытался. Сразу скажу, вот мое, так скажем, естественное замечание относительно вот этих вот моментов с управлением робота, поскольку ты не можешь им плавно вертеть, а вот такие вот переходы возникают резкие. Мне это кажется немножко недодуманным шагом, да. Так, мы спускаемся с вами на самое днище, самое дно. О, мы оказываемся с вами в неком багажном отсеке. Давайте посмотрим, что тут можно найти интересного с вами. Так, 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 так. Тут у нас, видите, выломленные двери. Я так понимаю, это прямо вот край. То есть здесь, в принципе, можно было бы даже пройти дальше, но здесь, я так понимаю, все забито, поскольку, ну, можно считать, что в связи с тем, что весь багаж бился вот в эту стенку при погружении Титаника на дно, да, когда он наклинился конкретно, все ходы здесь самуровалок, соответственно, мы не можем проплыть дальше. Хотя у меня было воинственное искреннее желание найти здесь знаменитый автомобиль Рено 12-го года. Но, к сожалению, этого сделать здесь, увы, нельзя. Ух ты, ребята, вы посмотрите, какая картинка отсюда снизу. Это просто нечто. Вот так вот, когда смотришь, да, ну, нет ощущения того, что ты находишься в трюме лайнера на дне океана. Ну, нету такого ощущения. Мы можем, скажем, предположить, ну, там, представить, что, ну, маленькая суденышка, там, деревянная, там, 18-го века на дне океана, это, в принципе, естественно, да. Когда вот такой лайнер огроменный, просто целое здание находится на дне океана, немножко неестественно. Кстати говоря, мы с вами находимся, так скажем, в так называемом почтовом отделении, я так понимаю, да. Здесь вот эти все ящички для хранения, писем и марок, я так понимаю, открыток. Если помните прохождение Титаник в честь и славу, мы в подобных помещениях с вами были. Так, здесь у нас все пусто. Дальше пошли. Так. О, крабики. Ой, ребятушки, я даже не знаю, как это описать. Я, честно сказать, немножко предвзято отношусь к членистоногим. Я, конечно, змеи люблю, но у меня когда, даже в виртуальном плане, да, у меня ощущение, как будто они по мне ползают. Мне даже страшно. Нет, давайте-ка, я не хочу с вами, ребята, иметь никаких дел. Все, поплыли дальше. Так. Так, а это получается, что за установка, я немножко не врубаюсь. Если кто знает, пишите. Ух ты, ребятушки, посмотрите, где мы сейчас находимся. Наверное, кто-то может узнать, что это за помещение. Ну, понятное дело, почтовое. Ну, посмотрите, как здесь корпус искорежен изнутри. А это неспроста, ребятушки, поскольку мы находимся с вами со стороны правого борта, где лайнер столкнулся с айсбергом. При столкновении Титаника одно здесь образовалась огроменная дыра. Так вот, мы находимся как раз-таки возле вот этой вот дыры. Вот, получается, вот это вот все края разрыва, да, стали. И здесь, получается, корпус просто вскрыло, как консервную баночку. Так, ладненько, мы внизу вроде пошарились, да, с вами? Давайте-ка проплывем сюда, посмотрим, что интересного мы сможем обнаружить с вами тут. Так. Давайте-ка проплывем дальше, посмотрим, что там у нас. Интересного. А, в принципе, здесь ничего интересного нету. Мы просто опять вернулись к люку. Но, мне кажется, это уже не люк номер 2. Это люк номер 3. Мы подплыли просто с другого конца, нет? О, посмотрите, как тут прямо чемоданы, ящики и вся вот эта утварь прямо вбилась в связи с наклоном судна. Если, ребята, вам кажется, что мои прохождения периодически бывают, можно сказать, хаотичными, это неспроста, поскольку мне надо по максимуму вам показать. Все-таки нахождение вот в этом шлеме периодически вызывает небольшой дискомфорт, да. Любой шлем VR, какой бы вы не использовали для прохождения, да, они вызывают небольшой дискомфорт. И поэтому периодически нужно делать перерывы во время прохождения. Так, ну мы с вами там уже были. Так, интересно, вот это что у нас? А, ну это, получается, тоже помещение с генератором, но чуть ниже. Так, это решеточки. Ну да, это, получается, вот это помещение, по-моему, в честь и славе тоже вот подобное помещение было, с решетками огражденной, где хранилась почта, так скажем, почтовый отсек. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим, что наверху. Так, тут у нас какая-то дверь, возможно, водонепроницаемая, хотя я сомневаюсь, она не выглядит прямо водонепроницаемой, но, тем не менее, туда мы проплыть с вами не можем. Так, давайте-ка назад. Вот, примерно мы в таком помещении с вами уже были, да, это тоже багажный отсек. Ну да, вот как раз-таки справа борта здесь вот, как видите, уже корпус корюжится дальше. Давайте-ка проплывем дальше, посмотрим, что интересного у нас тут будет. Так, будем медленно и верно пробираться. Так, 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 так. Ну да, тут, получается, вот багаж весь вот так прибит к стенке, к носовой части, в связи с тем, что лайнер наклинился, да, и все вот вбило сюда. Ладненько, давайте-ка возвращаться. Здесь, по сути, мы ничего нового с вами не увидим. Я думаю, есть смысл уже подниматься наверх потихоньку. Ну, пипец, конца и края нету этим палубам. Вот, бесконечный подъем, бесконечный. Вот наш аппаратик. Так. Ну, мы с вами как раз-таки. Ну да. Зашли во второй люк, вышли из третьего. Так, ну давайте-ка дальше проплывать будем без аппарата. Мир, его трогать не будем, потому что был у нас прецедент, связанный с тем, что когда мы использовали аппарат, картинка почему-то притормозилась. Ну, то есть мы не могли вернуться к роверу, потому что процесс вылетал. Не знаю почему, поэтому будем продолжать наше похождение непосредственно роботом. Вот мы сейчас находимся на мостике. Это, получается, знаменитое рулевое управление, да? Единственная сохранившаяся более-менее часть на носу, на мостике. То есть вот этот аппарат, которым, в принципе, можно было управлять всем судном. Где-то высотой он полтора метра примерно, да? Если так визуально судить, полтора метра. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас все завалено обломками. Так, а если мы сейчас вот сюда проплывем, мне кажется, мы попадем с вами в каюту капитана. Даже не в каюту, а вот в ванну капитана Смита. Ну, реально, тут вообще мостик искореживаю. Такое ощущение, ну, явно это не дело одной только мачты. Одна мачта не могла просто повалить все это, весь этот мостик, да? Это, скорее всего, просто-напросто работа еще непосредственно удара лайнера одной. И, соответственно, вот этой волны, которая неслась за кораблем, когда корабль тонул. Так, 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 так. О! О, ребятушки! Посмотрите на вот эту красоту. Это, получается, ванна капитана Смита, капитана Титаника. Получается, ну, здесь, если и представлены, да, обломки на 91-м, кто-то писал год, да, может и в 85-м. Но, мне кажется, в 91-м уже можно было увидеть ванну капитана, потому что вот эта стенка, да, она уже обвалилась наружу, да. И можно было бы увидеть вот эту ванну в полноценном виде, да. Но сегодня мы ее уже в полноценном виде увидеть не можем, поскольку вот эта вся штукатурка и обломки, да, потолка, они обвалились на эту ванную. И, соответственно, все, что можно сегодня увидеть, так это небольшой кончик вот со стороны ног, да, вот в ванной, вот с этой стороны. А здесь полностью все завалило. Ну, здесь у нас еще унитазик, да, прямо со своеобразным механизмом рычажка, да. Вот там рычажок, нажимаешь, и вода спускается. Здесь отломанный умывальник. Так, ну, ладно-ка, давайте пойдем дальше. Мне кажется, если мы так поплывем, да, можно пройти к этому, к парадной лестнице, да. Ух ты! Опломки от зеркал и прочей утфари. Нет, ребят, ощущения колоссальные. Я вот представляю, вот, чувство, да, настоящего исследователя, когда он реально погружался в Титанику и пытался проникнуть вот в эти помещения. Я представляю азарт Джеймса Кемерона, когда он проходил, да, в эти помещения, и ему хочется, да, еще, еще, еще дальше, может, что-то интересное мы еще увидим, да. И в частности, он вот интересно рассказывал, вокруг вот этого хаоса можно увидеть аккуратно вот такую вот сохранившуюся, там, я не знаю, стойкую или умывальник, или так далее, так далее. То есть, это сюрреализм некий, да, биомеханическое граффити, так скажем. Так, это, получается, выключатели света, да, сохранившиеся еле-еле. Так, ну-ка, давайте-ка возврат сделаем. Так, это я не знаю, куда он ведет. Вот, ну, это, получается, компенсаторный шов, да. Если я не ошибаюсь, здесь недалеко должна быть радиорубка, да. Вроде да. Да-да-да, точно, здесь радиорубка у нас. Давайте-ка проплывем внутрь. Ну, мы с вами уже вроде здесь были, да. В прошлом прохождении мы с вами здесь были. Здесь вот аппаратура Маркони, которую собирается поднять. Будут поднимать или нет, это еще вопрос, поскольку, ой, тратиться на эту процедуру придется довольно серьезно. Но, я считаю, это того стоит. Если вы помните, кстати говоря, историю про судовые гудки, да, которые были подняты в 90-х. И в 98-м году их удалось восстановить и запустить их, да, чтобы народ услышал их звон спустя иное количество лет, да. Возможно, удастся и Маркони запустить через какие-то механизмы. Но это было бы, конечно, здорово, я считаю. Дай бог, чтобы удалось поднять. Ну, реально, тут прямо распилила лайнер конкретно по компенсаторному шву. Вот тут, посмотрите, какой красивый умывальничек, да. Прямо такой настоящий визуально. Но умывальнички вот эти, раковины, они довольно-таки миниатюрные, маленькие. Койка тут поломанная. Ну, в принципе, на стенах ничего. Кустотень. Так. Дальше поплыли. Точно, вот они, пожалуйста. Это вот эти генераторные для использования лифтов, да. В честь и славе мы видели вот это помещение с этими генераторами, да. Я долго ломал голову, что же это такое. На самом деле, они специально используются для того, чтобы работали лифты. Так. Вот мы как раз-таки подплыли к парадной лестнице. Точнее говоря, к ее обломкам. То, что от нее осталось, да. Вот здесь должны были быть... Ну, должны были находиться часы. Венчающие честь и слава, да. Венчающее время. Но, к сожалению, тут остались только вот эти вот сваи, да, основания стальные, на которые крепились вот эти деревянные панели. А деревянных панелей, как вы видите, не осталось ничего. Так. Ну, давайте здесь немножко крутанемся. Далеко заплывать не буду. Посмотрим только все самое доступное визуально. Вот у нас тут еще одна каюточка с умывальником. Довольно крупный умывальник. О! Вот как раз у нас перед нашими глазами лифты. О! Кстати, тут прямо надпись четко. Можно заметить. Палуба А. Ну, вот лифты перед нами. Полуразрушенные. Вот это, получается, шахты. Лифтовые, да. Но их, я так понимаю, не звали лифтами, да, в тот период времени. Как-то по-другому они были переименованы. Элеватор, если я не ошибаюсь. Элеваторы, да. Это, по-моему, было такое замечание непосредственно в Призраках Бездны. Так. Тут какое-то сверхразрушение. Все поломано. Все разрушено. Точно. Какая красота, ребята. Вы посмотрите. Просто убойная сила. Сколько интересного Таится в недрах, если уж реально посудить. Жесть. Жесть. Вот, например, вот представьте. А если реально вот такой шкафчик там стоит. Сколько интересного можно было бы увидеть в этом шкафчике. Эх. Беда, беда. Вот так вот утрачивается история со временем. И это больнее всего, когда у тебя нет ресурсов, да. Даже банальных. В принципе, для того, чтобы все это дело сохранить. Вот еще одна каютка. Получается разбитая вазочка на полу валяется. Тоже умывальник. Но здесь, я так понимаю, ребята рандомно расставили вот эти все умывальники, все дела. Но я, по крайней мере, абсолютно уверен, что они довольно серьезный акцент сделали на этих... Как его? Ну, на знаменитых каютах. Я думаю, есть такие. О, посмотрите, что тут у нас. Сапог. Вон вторая пара. Как вы знаете, мои дорогие друзья, когда ты видишь пару сапог, которые находятся непосредственно рядом друг с другом, это неспроста. Да? Это всегда говорит, ну, по крайней мере, намекает нам об определенных моментах. О, посмотрите, чайничек на земле. Ну, тут тоже разворотил. Ну, те же самые, получается, объекты тут у нас. Ничего нового, существенного. Так. Ну, все, вроде бы мы тут сюда уже приплыли, да? Надо возвращаться назад, поскольку там... Ух ты! Вы посмотрите, какое огромное помещение. Огромная каюта с... Деревянная или бронзовая кровать? Честно сказать, не разобрать. По-моему, деревянная все-таки. С двойной койкой, да? Ну, и двойной умывальник. Прилично. Так, давайте-ка проплывем вот сюда. Ну, такая же история. Там дальше уже в ванной идут, все дела. Сразу вспоминается начало фильма «Титаник», да? Они как раз начинали вот изучение обломков непосредственно вот с помещения, с кают первого класса. Так. Так нам вернуться обратно. Ну, так, я так понимаю, можно вернуться назад. Наша задача все-таки с вами состоит в полноценном изучении всех ярусов. Так вот, здесь эти сапожки, значит, мы правильно плывем. Так. Интересно, мы сможем с вами сейчас глянуть на офис казначея. В принципе, я думаю, такая возможность здесь будет. Ну, так, мы правильно возвращаемся. Ну, реально, действительно, здесь можно немножко дезориентироваться, поскольку у меня нету никакой карты, которую я бы мог использовать для того, чтобы перемещаться через... Ну, по помещениям. Поэтому приходится ориентироваться только на свою скудную память. Так. Вот тут ванночка. Посмотрите, аж две ванны. До сих пор заполненные водой. Тут куча унитазов. Вот еще сапожки, ребят. Пусть им для владельцев этих сапожек будет плохо. Вот такая же картинка, в принципе. Разрушенные кровати. Давайте возвращаться обратно. Не люблю вот эти вот скачки кадров. Были бы гладкие переходы, это было бы гораздо приятнее. А так, резко перекручиваешь, да, и, соответственно, голова немножко мутит. Это нехорошо. Посмотрите, тут одежка какая-то. То ли плащ, то ли что на земле валяется. Так. Тут какие-то трубы идут. Так, что тут у нас. Ух ты, посмотрите, ребят, что мы здесь можем посмотреть с вами. Тут, получается, бюллер стоит. И посуда. С эмблемой White Star Line. Тарелочки, ребятушки. Тарелочки. Их довольно много. И довольно интересно их тут расставить. Мне интересно, что все-таки не в таком состоянии они, конечно, сейчас находятся. В таком аккуратном надлежащем. Но, тем не менее, на дне океана можно обнаружить огромное количество посуды. Которую, к сожалению, в нынешних реалиях поднять немножко дуговато. Поскольку любое сильное механическое воздействие любого манипулятора может сломать посуду. А тем более изнутри корпуса, да, изнутри лайнера. Поднять подобные артефакты это крайне тяжкая проблема. Тяжкая работа, поэтому особо за это мало кто возьмется. Жалко то, что это все просто канет со временем. Столько посуды, столько утвари, столько, я не знаю. Есть такие вещи, о которых мы даже не знаем. Это просто то, что нам представили в виртуальном мире, да. Есть такие вещи, о которых мы даже не подозреваем, которые там могут храниться. Сколько артефактов лежит на дне океана? Просто, возможно, даже исторических. Которые непосредственно имеют культурно-историческое значение. Ну, если давайте по существу говорить, Титаник сам по себе уже является культурно-историческим каким-то сверхмассивным артефактом, да. Особенно. Так, ну здесь мы с вами, скорее всего, встанем, припнемся к стенке, да. Тут, короче, мы дальше уже не поплывем. Здесь разбитые витражи, окна. Ладненько, давайте-ка спускаться дальше вниз. Здесь, я считаю, нам есть на что там посмотреть. Так, на палубу ниже спускаемся. Теперь мы спускаемся на палубу... Б, да, я не ошибаюсь. Палуба Б. Да, палуба Б. Вот она написана. Так, давайте-ка посмотрим, где мы вообще, что у нас тут творится. Ну, это обломки, остатки вот парадной лестницы и люстры здесь у нас висят на последних соплях, так скажем, да. Тут у нас колоссальное разрушение. Мы дальше тут просто не проплывем. Путь закрыт. Этот путь проложен мертвыми, и мертвые хранят его. Если кто-то знает, откуда это цитата, пишите в комментариях. Говорить не буду. Так, ну, тут тоже своего рода плащ, одежда, чья-то тут осталась. Вот. Характерная картинка, да, для Титаника. Такая висячая люстра. Ну, я так понимаю, здесь на палубе бы особо нигде не разгонишься. Хотя, можно глянуть на пару каюток. Здесь реально много чего можно изучать. О, посмотрите-ка. Тоже чья-то одежка на полу. Мампочки на потолке. Конечно, все-таки, ребята, может, и делали игру в наглую, но, тем не менее, они довольно трепетно отнеслись к деталям. Вот здесь, посмотрите, тоже на полу находятся сапоги и тоже чья-то одежда. Ну, это, в принципе, с намеком на то, что в каюте уже был человек. Ну, то есть погиб в каюте. Хотя, мне кажется, в каютах первого класса мало кто остался. Ну, в третьих, да, в каюте третьего класса есть высокая вероятность того, что многие пассажиры все-таки остались в своих каютах, ожидая своей участи. Потому что я понимаю, насколько это туговато. Ты находишься на судне, да, происходит некое ЧП, и ты даже не знаешь, что делать, потому что тебе никто не говорит, как делать, что делать, куда бежать, куда идти. И чего ожидать вообще, в целом, от всей этой суматохи, да. Посмотрите на потолок. Прямо. Интересно, потолок он уже был, я так понимаю, на весну деревянный же, да, деревянными этими панелями же были обшиты или нет. Честно сказать, не вспомню и не скажу вам, ребят. Так, а ну-ка, давайте-ка проплывем дальше, посмотрим, что там у нас. А нет, мы там просто в тупик ходим. Ладненько, давайте-ка спускаться на полу БЦ. Посмотрим, что у нас там. Сколько же медуз тут? Вот, кстати, вот, посмотрите-ка. Вот это, получается, непосредственно вот эти сваи, да, вот, сваи. Это сваи от парадной лестницы. Это все, что от нее осталось. Но это стальные сваи, на которых крепились непосредственно деревянные опоры и ступени. Мы с вами находимся на полу БЦ. Ну, здесь мы просто сейчас пойдем и упремся в стеночку. А ну-ка, давайте-ка пойдем туда, посмотрим, что есть у нас здесь. Так, немножко подправлю шлем, поскольку уже нос чувствует, так скажем, ущемление своих прав. Так, ну, здесь, в принципе, картинка многообещающая. Если, ребята, вы здесь видели гораздо более интересные, более жгучие помещения, да, так скажем, пишите в комментариях. Мы эти помещения с вами посетим. Ну, вот, пожалуйста, еще одна. Картинка с сапожками, да. Много обуви. На Титанике ее слишком много. Разбросано везде и всюду. Между прочим, если кто смотрел документальный фильм про линкорн Бисмарк, та же история. Очень много обуви, хоть и солдатской, тем не менее. Вокруг этого линкора очень много обуви. Много народу там погибло. Тут написано, что-то невозможно прочитать. Так. Платника, давайте возвращаться. Мне интересно посмотреть на офис казначея, потому что мы ни разу его не видели в затонувшем виде, да. В затонувшем варианте. Я думаю, будет интересно там глянуть, что же есть. Почему мне так это интересно? Поскольку я считаю, что это одна из самых, так сказать, золотых жил на затонувшем лайнере. Никто сейчас определенно не скажет, сохранились ли какие-либо драгоценности в офисе казначея. Насколько знаю, что там точно должен быть некий сейф, да. Вроде должен быть сейф, который наглухо закрыт. Кстати говоря, вы заметили, что как будто вот эта вывеска, палуба ДЭК, да, она как будто выступает над стеной. Она не на стене, а над стеной. Ну, возможно, это некая фишка, недоработка или что-то в этом духе, не знаю. Так. Так, это офис казначея, я уже заметил. Так, а ну-ка, давайте-ка сюда проплывем, посмотрим, что тут у нас есть. Ну, разрушенная каюта полностью. Так, ну, ладно-ка, давайте-ка проплывать сюда, посмотрим, что у нас тут. Так, ну вот, офис казначея. Знаменитая. Знаменитое помещение. Тут сразу можно, так скажем, понять по характеру вот этих столбиков, которые здесь выставлены, да. Сразу угадывается картинка, да. Помещение. Вот тут какой-то крабик. Здравствуй, пацаненок. Как дела? Весело так топает. Так, что у нас тут? Ну, кучу ящиков письменных. Так, а вот, кстати, вот, пожалуйста. Гляньте. Да, точно, 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 точно вот самый. Насколько я помню, да, вот к этому сейфу ребята в 2005 году, ну, в составе, ну, там, с Джеймсом Кеммером, да, они подплывали на каком-то из аппаратов, там, Джеки или Элву, да, к этому сейфу. Ну, разве что успели заснять вот эти золотые ручки, но ничего больше не смогли сделать. Есть основания полагать, что внутри много чего интересного в этом сейфе. Так. Что-то у нас написано. Рейтнер, сейф. Ну, все, что могу прочитать. Банкерс, Энжинер. Да, что-то в этом духе, короче. То, что написано. То же самое. Да, еще тут и ключи. Пипец. Вот теперь как это достать оттуда? Чую, обязательно будет какая-нибудь технология, которая позволит потом ребятам все это поднять. Все будут ждать, когда корпус полностью обвалится, да, в этом участке. И, я так понимаю, отправят уже специальные роботы. И к тому времени уже, я думаю, появится соответствующий робот, который позволит вот подобное сооружение поднимать. В принципе, поднять целый Титаник, это уже, считай, дело какое. Так, здесь, получается, у нас будет каюта Штраусов, да? Ух ты! Опа! Ребята, я даже боюсь туда заходить, насколько там красиво все. О, жесть, 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 ребят. Ну, ой, господи, господи. Ну, тут ребята, конечно, очень постарались. Молодцы. То, что они все-таки к некоторым деталям отнеслись с уважением. Не в плане того, что каюта выглядит именно так. Вот сейчас, на данный момент, на затонувшем Титаник она выглядит так. А потому что они точно знают, где какая каюта находилась, да? И отнестись с богоговением по каждой мелочи. То есть, это меня очень-очень даже радует. Вы посмотрите на камин, ребята. Конечно, балюстрады на стенах, они вот в таком виде еще не сохранились, да? На сегодняшний день. Но, тем не менее, ребята постарались сделать так, чтобы, так скажем, от, так скажем, моментального захода в эту каюту было ясно-понятно, что это за каюта, да? И даже далекие от Титаника люди, они сразу могли бы понять, что здесь. За каюту и кому она принадлежала, по крайней мере, по фильму Титаник, да? Ну, здесь была картина, которой просто ее нету. Полностью размазан. Ну, тут, конечно, часики знаменитые, о которой много раз говорил сам Джеймс Кэмерон и Кен Маршал, да? В документальных фильмах, да? Здесь, я так понимаю, указано время сколько? Два часа четыре минуты, да? Где-то примерно. Ну, это, можно сказать, в принципе, верное время, да? Учитывая, что только-только нос начал заполняться водой. Возможно, в этот момент как раз-таки часы залило водой и они остановились. Но, если говорить на чистоту, эти часы, они, так скажем, полностью забиты елом. То есть, весь цифр врат, соответственно, невозможно глянуть, какое настоящее время на этих часах. Ну, по крайней мере, ребята, когда спускались к этому помещению, на камине, они увидели золотые балюстрады по бокам, но тут они не особо хорошо прорисованы здесь. Это деталь, которую разработчики, можно сказать, опустили, не стали дорисовывать. Но, тем не менее, респект ребятам за то, что даже вот то, что вот мы сейчас с вами видим, они даже это сделали. Круто, ребята, круто, 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 круто. Вы посмотрите, какие раньше стулья были, да? Вся объявка, конечно, исчезла, но, тем не менее, пружины-то торчат. Я бы не хотел бы на такой вот стульчик сесть. Это бронзовые кровати, да? Да, да, точно, это бронзовые кровати уже. Если там были деревянные, это уже бронза чистая. Ну и, в принципе, понятно, потому что элитная койота одна из самых знаменитых на корабле. Так. Ну, там уже все забито обломками. Ох, ребятушки, кайфую я. Я кайфую. Короче, покупайте Oculus Quest 2 и играйте, ребята, смело. Вам очень это понравится. Так, ну что ж, ребята, я думаю, на этом пока что можно остановиться, поскольку уже виски трещат по швам, нос уже орет во все. Так что немножко нам нужно сделать перерывчик, да? У нас в планах, между прочим, попасть в турецкие бани, в том числе и в бассейн, который находится недалеко от турецких бань. Так что, я думаю, сегодня пока что на этом остановимся. Дальше посмотрим, какие у нас будут планы. Посмотрим, когда выйдет, наконец-то, наша долгожданная альфа-демо-версия игры «Титаник. Честь и слава». Я думаю, придется еще месяц подождать от силы. Но пока что будем допроходить вот эту игру. А потом я сделаю то, что я обещал. Небольшую экскурсию по моей домашней коллекции. Так что, все те, кто ожидает данную экскурсию, не отчаивайтесь и обязательно, как только мне появится чуть побольше свободного времени, я сделаю данную экскурсию. Так что, ребятушки, спасибо вам, что были со мной в этом прохождении. Всего вам хорошего, наилучшего. Берегите себя и свое здоровье. До скорого!